Сегодня в Красноярске очень тепло, термометры показывали плюс два. Похолодает ли в новогоднюю ночь? Оперативная информация с нами поделится. Заместитель руководителя главного управления МЧС Валерий Терешков. Он на прямой связи со студией. Валерий Ильич, вам слово. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, уважаемые красноярцы. Решите поздравить вас с наступающими новогодними праздниками. А коллег мы поздравляем с наступающим Днем Спасателя, который мы отмечаем 27 декабря. По данным генеральных центра, погодные условия на предстоящей неделе будут относительно комфортные. Вместе с тем, самые теплые дни это будут в субботу и воскресенье. А 30 декабря ожидается самый холодный день, понижение до 17 градусов, с последующим потеплением. Конечно же, будет ветер, порывы до 14 метров в секунду. Предупреждаем любителей рыбной ловли. На Шарыповском водохранилище обстановка вот такая, как указано в космическом снимке. То есть половина водохранилища чистая вода, половина лед. Предупреждаем всех любителей рыбной ловли, проявляйте максимум осторожности. 22 декабря там уже был отрыв льдины с этими рыбаками. В Красноярском крае открытие движения 38 льдовых переправ, кто будет передвигаться к родственникам, поэтому имейте в виду. Мы ожидаем, конечно же, увеличение количества пожаров, поэтому соблюдайте максимум осторожности, не оставляйте гирлянды, включенные на ночь, и когда будете уходить из дома. За последнюю неделю в месту учреждения с признаками инспираторных инфекций обратилось 12 716 жителей, это на 6% больше. Соблюдайте осторожность. Уважаемые красноярцы, в новогодние праздники соблюдайте правила пожарной безопасности, перезапуска педарт и фейерверков. Прочите правила эксплуатации их в местах покупки. Уважаемые красноярцы, 26 декабря открытие главной городской елки, оно состоялось, и открылись городские елки. Там будет большое количество детей, большое количество людей, поэтому автолюбителям предупреждаем, проявляйте максимум осторожности, детям и взрослым, особенно в новогоднюю ночь при катании с горок, проявляйте осторожность. Уважаемые красноярцы, смотрите прогнозы изникновения чрезвычайной ситуации на канале ТВК. До свидания.